То есть, во-первых, то, что поражает правовой нигелизм, у нас говорят, что нужно соблюдать законы. Извините, законы в первую очередь должны соблюдать те, кто эти законы прописал. И законы должны действовать постоянно, а не так, типа, вот мы сейчас приняли этот закон, а потом мы этот закон отменили, заменяли на другой, потому что стало более удобно. Более того, мы начинаем действовать по-другому. Ну, закон-то так написан. Ну, ничего страшного, мы дадим распоряжение сотрудникам полиции за это не штрафовать. Вот этим сотрудникам полиции, мы скажем, штрафовать уже за это, и пофиг, что этого в законе нет. Как, например, что такое ношение маски, например. Нигде же не написано, где-то должен маску носить. Или так. А потом судам скажем, здесь надо выписывать, а здесь не надо выписывать. Стоит Собянин без маски в окружении людей в масках. Почему он не наказан? Потому что Собянин победил на своих выборах. То есть, здесь уже все ясно, да? Шотгин никаких выборов не побеждал. Приезжает вот этот Взекурат, который они строили, самый большой храм, который они строили в Кубинке. И вот снимает маску и чего-то вещает, там объясняет. Опять же, разгар пандемии. Он нарушает, он, кстати, не выбран, его назначили. Кто? Шойгу. А, Шойгу. Не, ну Шойгу уж-то... Так вот, я говорю, и вот момент какой, что у нас, во-первых, закон, он действует избирательно. То есть, на одних действует, на других нет. Во-вторых, он постоянно меняется, так? То есть, люди к закону начинают относиться как просто нелепому запрету, а не как к чему-то священному. Дело в том, что священность законов, она поддерживается даже не справедливостью законов. А их справедливость? И не их разумностью. А их неотвратимостью и их постоянностью. Понятно. Так вот, то есть, нельзя, допустим, в угоду какому-то одному человеку менять правило, по которому нельзя, допустим, избираться больше двух раз подряд, да? Ну, верю, да ладно, ну и пользуйтесь им, правильно? Нет, вот мы хотим оставить, поэтому давайте мы перепишем. Тогда какой смысл в этом законе, если мы его можем переписать?